МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В период 17 марта, я напомню, мы несколько раньше ушли на дистанционный формат обучения. Он был короткий, до каникул, всего лишь 4 дня. За этот период мы провели анализ наличия у детей ноутбуков, компьютеров, смартфонов. То есть это телефоны, которые тоже позволяют выходить на связь. Мы выяснили, что из 118 тысяч наших детей у 7 тысяч нет средств связи. К процессу обеспечения детей компьютерами подключились прежде всего учебные заведения. Если родители не имеют возможности приобрести технику, то её выдают семье в школе. Многим, по словам министра, на помощь пришли знакомые и соседи. И поделились своими компьютерами на время дистанционного обучения. Там, где очень плохо с интернетом, но эта проблема тоже не только наша, это проблема и ряда субъектов, особенно отдалённых Российской Федерации, есть сотовая связь, и педагог посредством сотовой связи даёт задания ребёнку, ребёнок их выполняет и таким же образом назад возвращает информацию о выполненных заданиях. Серьёзная нагрузка ляжет и на родителей. Уже сейчас масса вопросов поступает в профильное министерство. Мы на своём сайте Министерства образования выложили несколько телефонов горячих линий. Одна общая для всех участников образовательного процесса. Вторая касается исключительно педагогов, наших учителей. Это методическая поддержка. Она очень нужна сейчас, потому что одно дело работать в классе с 25 школьниками, другое дело практически индивидуальная работа через дистант. Федеральное министерство создало чат «Домашний час», где учителя регионов ведут занятия. К этому чату подключились и ульяновские учителя, которые дистанционно провели уроки информатики. Как говорит министр, чатом могут воспользоваться и другие учителя, а также родители и дети. Кроме того, для всех учителей создана конференция, которая проходит в онлайн-режиме практически каждый вечер. В её рамках методисты помогают выстроить урок в дистанционном формате. Относительно ВПР вопросы действительно есть, но могу чётко всем сказать, ВПР будет. Будет по решению министерства просвещения, каждая образовательная организация проводится самостоятельно в сроки, согласованные с федеральным министерством. Сроки сдвинуты, нам главное до сентября месяца решить вопросы об этих сроках и ранней осенью провести эти работы. Что касается государственной итоговой аттестации, то она начнётся с 8-9 июня. Но, как сказала Наталья Владимировна, продление учебного года на лето не обсуждается. Единственный возможный вариант – первой недели июня, до начала итоговых аттестаций. Ирина Антонова, Руслан Баталов, Новости Уллправда ТВ. Новости Уллправда ТВ